Привет, вы смотрите Тест ТВ, с вами Надя Лаптева и сегодня мы поговорим про клетки для транспортировки животных. Поможет мне в этом разобраться Алексей. Алексей, ну что, начнем, наверное, с пластиковой клетки. Да, с пластиковой клетки, с самой большой, то есть с просторной для крупной породы собаки. Эти клетки удобны именно для перевозки животных в самолетах, причем здесь есть удобная эргономичная ручка, которая выдвигается, да, и с помощью колесиков очень удобно передвигается. Есть решетка спереди, можно заметить, с надежным замком, то есть собака точно не сможет выбраться из нее. Самое главное, есть правила особой авиакомпании, которые говорят о том, что именно в такой клетке может перевозиться крупная собака или любое животное, которое вы перевозите. То есть, например, некоторые авиакомпании не разрешают ввести в обычной клетке собаку, потому что собака, например, может быть агрессивной породы или еще какие-то нюансы. Хочется добавить, да, то что эта клетка, как вы видите, на колесах, с ней очень удобно передвигаться по аэропорту, но нужно помнить, что в самолете они должны быть зафиксированы, то есть чуткая фиксация должна быть. В этой клетке тоже предусмотрены эти фиксаторы, там есть крепление, которое позволяет застопорить клетку. Отлично, это, кстати, очень удобно, но могу опять же из опыта сказать, в Германии нас заставили колеса скрутить, сказали, что нет, мы с колесами клетку не берем, поэтому смотрите, есть ли возможность колеса снять, или, может быть, возьмите клетку без колес и придумайте какую-то тележку, в общем, это такой непростой момент. Еще по поводу вот этих вот пластиковых окошек, они здесь пластиковые, почему они мне больше нравятся? Да потому что это один такой, одна литая конструкция, то есть, например, если собака у вас агрессивная или она на стрессе, она пытается кусаться, она, ну, в общем, не сломает этот пластик, ничего с ним не сделает. В отличие, например, от вот таких вот железных вставок, которые бывают очень качественные, надежно стоят, а бывают они, как говорится, на соплях держатся, поэтому проверяйте, чтобы вставки были качественные. Что еще хочется отметить про крепеж таких клеток? Вот здесь мы видим очень удобный крепеж, он одним движением руки открывается и закрывается, то есть, при необходимости, а такие необходимости бывают, ну, например, клетку вести в машине невозможно. Вы можете ее сложить, быстро разобрать и просто собрать. Вот такого вида крепеж, он, конечно же, наверное, еще может быть более надежный, потому что по всему периметру клетки есть специальные болты, которые вы завинчиваете. Но у меня была ситуация вот ровно с такой клеткой, у меня было 32 болта, я как сейчас помню, и мне нужно было быстро перевести собаку, потому что клетка не помещалась в арку в аэропорту, и такое бывает, и мне нужно было открутить 32 болта, сложить клетку, пронести ее сквозь арку, провести собаку, потом сложить эти 32 болта, это было непросто, поэтому выбирайте крепление, тоже достаточно, которое быстро, удобно собирает и разбирает клетку. Да, в полетах случаются разные ситуации, допустим, собаке может быть, и такое бывает, может стать плохо, и ее нужно будет как-то вытащить оттуда. Да, а что еще хочется отметить, здесь есть дополнительные контейнеры, это удобно, например, если вы такую клетку используете пластиковую для выставок, что удобно, она легкая, на колесиках, вы сюда можете положить расчески, миски, какие-то штуки, в общем, все. Предметы первые необходимости. Да, предметы первые необходимости. Все здорово, эти клетки очень хорошие, но самый главный их минус, они очень дорогие. Но 7-8 тысяч, это клетка небольшого размера, где-то на среднюю собаку, кокер-спаниель чуть больше, клетка большого размера, я думаю, что это не самая большая, кстати говоря. Есть еще больше. Есть еще больше. Вот эта клетка на, скажем так, немецкую овчарку, ротвеллера, стоит 19 тысяч, но она профессиональная. Ну, собственно, наверное, поэтому они дорогие, что они такие хорошие, они легкие, подвижные, они промокаемые, кстати говоря, да, не дождь, ни снег, ни страшно. А теперь металлические клетки. Что касается металлических клеток, они удобны тем, что у них жесткий каркас, то есть это прочная клетка, удобно для выставок, опять же, она очень хорошо вентилируется, собаке не будет там жарко, не будет тесно, да, важный момент такой. И некоторые авиакомпании также разрешают провоз собак в самолетах. В таких клетках, да, особенно грузовые терминалы, очень часто в таких клетках действительно можно возить животное. Что еще хочу сказать, самый главный плюс этой клетки, это ее цена, она стоит 4 675 рублей, в отличие, например, от предыдущих наших пластиковых клеток, это, конечно, существенная экономия, хотя и это дорого, но все равно 4 или 10 или 15 – большая разница. Эту клетку удобно разбирать и собирать. Да, она очень достаточно просто, в несколько движений собирается. Попробуем? Давайте. Складывается дверь, складывается задняя стенка. Ага, здесь тоже 3. Ну, в общем, быстро. 4, 5. Отлично. То есть, если вы, например, опять же, перевозите такую клетку до самолета, либо до выставки, очень удобно, если у вас несколько собак, вы можете несколько таких клеток удобно сложить. Хотя, куда складывать собак? Ну, неважно. Собаки у вас просто валяются на диванах в машине. В общем, и эти клетки удобно хранить. Минусом, опять же, этой клетки является то, что все-таки она тяжеловата, да? Да, она достаточно тяжелая. То есть, хрупкой девушке будет не справиться. Это гарантированно. Но, опять же, удобная, хорошая клетка. Следующий вид клеток, так скажем, это клетки из ткани. Для чего эти клетки предназначены? Они предназначены в основном для выставочной, то есть, выставочный вариант. В самолеты такие клетки не пускают, в них и неудобно перевозить животное, потому как агрессивные собаки могут просто порвать ткань. Да и не только агрессивные, просто собака может нервничать, она может пытаться найти своего хозяина, она будет пытаться выбраться, даже лапой порвать может такую клетку, назовем ее так. Что здесь есть? Здесь есть несколько окошек, опять же, для вентиляции. Доступ сверху. Очень удобно открыть. Также здесь есть удобный вход с молнией. Самый главный плюс именно вот этой клетки в том, что она сборная, собирается она вот таким вот образом в этом месте. И она каркасная, то есть, она прекрасно держит свою форму, и она в секунду собирается, разбирается. Дальше вы одели ее в чехол, либо пристегнули, как называется, ручку, да, и пошли себе, взяли собаку на поводок и пошли себе на выставку. Это суперудобно. И точно так же вы пришли, быстро ее собрали, буквально в считанные секунды. Вот. И она прекрасно держит свою форму. Фирм, изготавливающих такие клетки, очень много, поэтому мы конкретно на ком-то не будем останавливаться. Важно, выбирая такую клетку, посмотреть, чтобы у вас были какие-то дополнительные кармашки. Это вам пригодится, например, на выставке. Также некоторые клетки делают либо с чехлами на липучках, либо с чехлами закручивающимися. Почему это удобно? Если привели собаку на выставку, иногда хочется просто ее закрыть, чтобы она не нервничала, ни на кого не смотрела, и она там успокоится и будет отдыхать. Этот вариант каркасной переноски существует еще и без каркасной клетки. Это вот такой вариант, которая, в принципе, все функции у нее те же самые, единственное, что она, может быть, для кого-то удобнее собирается. То есть одним движением. Все. И так же упаковали в чехол. Да, очень удобно. И она не весит ничего. И по большому счету... А, тут еще есть такая специальная резинка. Красота. Ну, это удобно, конечно, ничего не могу сказать. Если у вас собака хорошо воспитана и прекрасно остается в том месте, куда вы ее положили, и не будет оттуда выбираться, либо это, может быть, кошка в машине, да, то же самое. Очень удобный вариант. Существует еще один вид жестких каркасных клеток, которые предназначены для перевозки собак именно в багажном отделении автомобиля. То есть это вот такие клетки. Со специальной формой. Специальной формой, да, для багажника. С предусмотренной, опять же, для удобства ручками. С надежным замком. Сюда собака. Очень удобно закрывается. Опять же, прочно, надежно и комфортно для собаки. Основной их плюс? В том, что их очень удобно разместить в багажнике автомобиля. Да, и ваше животное будет комфортно ехать вроде бы с вами, и в то же время отдельно от вас. Она не будет бегать по салону. Но в любом случае, выбор за вами. И помните, прежде чем купить, смотрите Тест-ТВ. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok